Всем привет! Сегодня у нас новости Турции. Давайте приступим. Что же такого у нас интересненького? Немножко поговорим сегодня о политике, о внешней политике Турции. Поговорим о ковиде. Так что давайте приступать. Возможно, вы слышали в новостях об этом, но я, честно скажу, не в русских новостях, российско-русскоязычных об этом особо не слышала много информации. Это как-то не берется во внимание. Но внутри Турции здесь среди людей это очень сильно обсуждается. Ну и довольно-таки многих интересует эта последняя повестка Эрдуана. Его внешняя политика. Он идет на сближение, примирение, хочет объединить, скажем так, весь мир восточный. Он идет на сближение, примирение с Эмиратами, с Египтом. В общем, он активно старается приблизиться и к Европе. Пытается, возможно, пытается, это моя личная оценка, стать таким а-ля предводителем, объединить восточный мир. Были такие фразочки от него, вот почему-то у нас тут Европа есть, объединила маленькие европейские страны в Евросоюз, а восточные страны у нас каждый сам по себе со своими проблемами. А давайте чем-то будем, ребята, вместе делать. Всякие послы отправляются, переговоры происходят. А я такое примирение. Даже с Египтом Турция начинает переговоры, встречи. В связи с этим идет объединение, налаживание политических, экономических взаимоотношений с восточными странами, со всеми соседями вокруг Турции. Это очень сильно активно обсуждается в интернете и в Твиттере. Это прям такое сплетня. В Твиттере это все обсуждается, обмусоливается. И помните, я вам говорила про турецкого вора в законе, авторитета такого, который спрятался в Эмиратах. И его зовут, помните, Сайдар Пекер. И он делал различные... Ему запретили снимать видео, по сути. Ему только не запретили Твиттер. Он там все еще высказывается от него. Есть там всякие цитаты. Его Твиттер очень много людей подписано. Но видео, честно, от него свежих никаких нет. Вот это разоблачающие, мафиозные, взяточные структуры, которые были в политике. И многие начали шутить, да, сплетничать о том, что, смотрите, ну, это, конечно, шутка в основном была, то, что, скорее всего, не в этом дело. Но все равно прикольно как бы стебались о том, что, смотрите, как президент хочет добраться до своего оппонента, до своего главного критика, что даже пошел на объединение, закрытие конфликтов, споров с Эмиратами, чтобы, скорее всего, получить из традиции спятавшегося от него там Пекера. Но на самом деле это же, конечно, все, как бы, в каждой шутке есть доля шутки и правды. И сам Пекера в своем Твиттере от Эннайта отреагировал, постебался, конечно же. Молодец. Вообще, мне нравится вот этого мужика, знаете, что его смелость и красноязычие. И у него была такая цитата, мол, да, конечно, я посол мира, сейчас я вот побыл в Эмиратах, Турция с Эмиратами сближается, сейчас, пожалуй, в Израиль поеду, там тоже буду налаживать взаимоотношения внешней политики, помирим давайте Израиль и Турцию. По поводу Афганистана тема потихоньку утихает здесь, ей все меньше и меньше информации, повестки в телевидении, естественно, дается, потому что эта тема очень взбодоражила общество, все очень сильно напряглись, прям такая а-ля враждебная обстановка началась, не очень приятная напряженка в общем, эту тему решили сгладить, естественно. Все ударились в учебный год, открыли школу на очку, наконец-то, за полтора почти года, ну, считай, два сезона учебных, полтора сезона, мы же так в марте же сели, и там учебный год оборвался, но все равно полноценно полтора учебных сезона, полтора года, дети в школу очно не ходили, все ломанули, это турецкий чисто менталитет. С прошлого понедельника официально началась очная форма обучения в школах, и все в последний день, субботу и воскресенье, это чисто турецкий менталитет, побежали за канцелярией, за одеждой, в магазинах просто выносили все. И не знаю, чуть ли не дрались за пеналы, ручки, карандаши и все прочее. В государственных школах выдается, кстати, я могу вам рассказать, список того, что нужно, какого там карандаша и какого цвета, что там вообще, все детали, по списку приобретаются. В частных школах или в частных садиках это выдается очень часто, потому что родители сдают деньги на канцелярию отдельно, помимо оплаты обучения, называется это крытасия. Где-то в частных школах дети тоже по списку приносят, можно свое приносить, то, что тебе хочется, чтобы не выдавали какие-то там заморочки. В общем, это индивидуально. В основном, конечно, по списку, но в некоторых учебных заведениях родители просто сдают на это деньги и детям уже заранее всем все одинаковое закупают. Вот такая здесь система в этом плане. Школьная форма много где преобладает, где-то есть, где-то нет. В общем, это индивидуально от учебного заведения. В основном школьная учебная форма, она у детей есть. Это там, как правило, у девочек юбка-шорты, брюки, у мальчиков тоже брюки, рубашка, жилет, либо пиджак там идет. Очень часто нашивка названия школы. Это частные, если бывают даже брендированные под школу, там, не знаю, носочки, гольфы с надписью, буквой, например, учебного заведения в частных школах. В государственных что-то где-то попроще. И тоже все, в самом деле, вот эта вся история собирать ребенка в школу, вся эта история такая же, по сути, практически, как и в России. Про форму, про канцелярию, очень все похоже. В это вдаваться давайте не будем. И по поводу, хочу уточнить вот этих ПЦР-тестов, вакцинации, обязательные передвижения. Вот, да, реально, 6 сентября запретили передвижение между городов Турции не на частном транспорте, а на автобусе, поезде, самолете без прививки, либо свежего ПЦР-теста. Это все так реально работает. Тот, кто заранее, до объявления этой новости, что будут такие правила, приобретал билеты, тех не пускают ни на самолеты. То есть нельзя это никак повлиять и показать, например, дату покупки своего билета, что это было до введения этих правил, к сожалению. Моя знакомая в отпуск поехала на машине, они на самолете, как они планировали. Они надеялись до последнего, что можно еще будет сесть в самолет, может их там пустят. Они не прививались и не планировали это делать. У них там свои противопоказания есть. Ну вот такая история. Что здесь сейчас по вот этим правилам? ПЦР-тесты. Каждый гражданин Турции, либо человек с видом на жительство здесь, долгосрочным, имеет право раз в две недели в государственной клинике сделать бесплатный ПЦР-тест. В частных клиниках, в любом порядке, сколько хотите их делайте, это за ваши деньги, как говорится, кто платит музыку и заказывает. Стоимость сейчас ПЦР-теста в среднем по Турции и в Стамбуле в частности от 100 до 200 лир. Это зависит от клиники частной, в какой вы идете, в дорогую, если они же разного уровня, и в общем. Но не дороже 200 лир. Там установили, скажем так, вот эти финансовые нормы, что дороже быть не может этой стоимости в 200 лир, насколько я владею этой информацией. Но мне в принципе удивляет и приятно поражает, что, пожалуйста, ПЦР-тест раз в две недели записывайся, иди бесплатно там по месту жительства, пожалуйста. Я сейчас хочу вам зачитать сразу вакцины, которые в Турции приняты, с которыми вы, как турист, можете въехать. Все те же самые вакцины, которые одобрены в ВОЗ. И это, я вам сейчас зачитаю, Moderna, Pfizer, также она Biotech, или как она это называется, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm, Hovishield, Sin и Sinovac. В самой Турции у нас здесь прививают Pfizer, этот Biotech, и Sinovac, и Sputnik V. Правила по поводу сейчас въезда в Турцию, по прививкам всей этой истории. Также остается ПЦР-тест, максимум за 72 часа до вашего въезда в страну. Также можно за 48 часов, такое же правило остается, сделать тест на антигенный тест, экспресс-антигенный тест, не на антитела. И официально, если ты переболел ковидом, то есть у тебя есть справка из учреждения медицинского о том, что у тебя был ковид, ты выздоровел. Вот эта справка на английском языке, с синей печатью с подписью врача, и это въезд 6 месяцев с этой справкой, можно 6 месяцев, ну полгода, после тех, кто переболел ковидом. Действие этой справки можно уже заезжать в Турцию, когда прошло 28 дней после первого положительного вашего теста после болезни. Условно, вы там сидели дома на карантине, болели ковидом, и вот вам когда дали первый тест положительный, ой, отрицательный, потому что у вас нет, это хороший, позитивный, я имею в виду, потому что у вас нет ковида, вы вылечились, вот с этого дня, может быть, справку чуть-чуть позже получите, до врача дойдете, но вот с первого дня вашего теста отрицательного на ковид отсчитывайте 28 дней, и вы можете в течение полугода приезжать в Турцию как турист. Ну и, конечно, это прививка. 14 дней с последней прививки вашей от короны, какую там вы себе выбираете фирму, я фирму эти перечислила, которые здесь. Ну, вообще, на самом деле, Турция принимает, получается, всех. Все виды прививок, все, что в ВОЗ одобрено. Даже спутник ВОЗ в этом списке есть. Вот не знаю только, как сейчас в России до сих пор, только принимают ли прививки других стран, или только внутри опять российские до сих пор, да, можно, я еще это, скажем так, в этом вопросе не разбиралась. Детям до 12 лет не нужны никакие тесты и прививки, они свободны в передвижении. Еще в аэропортах Стамбула, в аэропортах Анталии, ну, где туристов большой поток, в интернациональный, где прилеты есть, бывают выборочные проверки. Могут взять из толпы кого-то подойти, просто выборочно, рандомно протестировать, экспресс-тест сделать. Естественно, бесплатно это в интересах страны, да, если у вас подтверждается тут же ковид на месте, вас на 14 дней в изоляцию. А я верю в вас, я хочу, чтобы вы послушали меня, прислушались. Я очень сильно благодарна, когда моя мама очень год назад заболела ковидом, и у меня это был просто крик души, когда я уже не знала, куда обратиться. Это была проблема с лекарствами, с госпитализацией. Я просила своих подписчиков, кто живет в России или в Новосибирске в частности, мне помочь. Мне было очень приятно. Я не делала никакое видео, я написала просто пост в Ютьюбе, вы могли как текстовый документ это увидеть в новостях. Я не хотела к этому привлекать внимание вообще, чтобы ко мне лезли с вопросами потом. Мне не до этого просто было, я не была вообще ни в каком энергетическом ресурсе на это. И я очень признательна, что у меня есть девчонки-подписчицы, которые в России отозвались, из Казани, из Москвы, из Санкт-Петербурга. Есть девчонки, даже кто у меня работает в аптеках, фармацевты, которые говорят, Галя, скажи, что нужно, какие лекарства тебе готовы выслать. Почта или там с каким-нибудь курьером, или с кем-то знакомых. Может кто-то полетит, лекарства для твоей мамы. Слава богу, лекарства потом нашлись у нас в городе. И вообще на самом деле вопрос решился тем, что их госпитализировали. Но мне очень приятно, что люди отозвались и помогли мне. И сегодня я хочу вам сказать о том, что одному человеку нужна помощь ваша. Я не призываю вас, блин, обязательно помогите. Но если это в ваших силах, от вас это ничего, скажем так, не заберет, сделайте хорошее, вам в карму будет приятно себя почувствовать, и того, что вы, скажем так, повлияли на чью-то судьбу. Я здесь в Стамбуле познакомилась с прекрасным, офигенным парикмахером. Это девушка из Украины. И совершенно случайно она меня о помощи не просила. Это моя личная инициатива. Я в Инстаграме увидела у нее, что есть ссылка на сбор. На самом деле это ее родная младшая сестра. Ей 6 лет. И вот эту девушку, ее старшую сестру, которая живет в Стамбуле, я знаю лично. И ее зовут Кристина. И для ее младшей сестры, 6-летней Вероники, сейчас идет сбор. У девочки опухоль, у нее, сейчас даже вам зачитаю диагноз, это пинеобластомы, это опухоль мозга, которая чаще всего встречается у детей до 10 лет. Ну и у взрослых бывает, но у детей чаще всего. Это очень сложное заболевание, очень редкое. И на самом деле Вероника уже давно болеет. И также был сбор несколько, пару лет назад. Ее смогли вылечить. Но сейчас данный момент, с чем они внезапно, буквально 2 недели назад столкнулись, это рецидив заболевания. И нашлись метастазы. И сейчас, буквально сегодня, сейчас Вероники делают шунтирование, снимают давление, откачивают жидкость в области опухоли и так далее, для того, чтобы она могла через неделю прилететь в Стамбул для лечения. Вы знаете, что Турция, она уже сейчас в последние годы 3 набирает обороты, как по лечению онкозаболеваний, как вот в Израиле. Часто раньше все ездили. Сейчас очень многие из России, из Украины, из Беларуси едут в Турцию, потому что здесь визовых вопросов меньше. И очень хорошие специалисты есть. Но так как это граждане Украины, не турки, у них, естественно, нет медицинской страховки. Ни одна страховка медицинская не берет таких клиентов в себя, скажем так, с таким здесь заболеванием. Никто с ним не захочет связываться. Никто свою страховку не включит. Никому это невыгодно, потому что это дорого. И вот такие люди, у которых нет медстраховки в Турции, они платят по полному счету. И на страничку я вам оставлю номерокарт, инстаграм странички Вероники, ее мама ведет. Там все счета, информация с печатями, все выписки из больниц, какие нужны обследования, какие-то суммы. Все-все-все там задокументировано. Это вот вам зуб даю. Это человек, ее сестру старшую лично знаю, это никакой не обман, ничего такого в этом нет. Никакого криминала, да. Там есть украинские карты и турецкая. Если у меня тут больше девчонок много смотрят, кто здесь в Турции живет, я вот вижу по соцсетям, кто своим соотечественным детям здесь, кто приезжает на такие онколечения, собирают денежку. И может быть кто-то здесь, кто живет на турецкую карту, может помочь или на карту украинскую. На самом деле им не нужна помощь, как там одежды какой-то, да, всего вот этого. У них все есть. Это нормальная, обычная семья. Но у них просто нет такой суммы в 75 тысяч долларов для того, чтобы внезапно за одну-две недели собрать ребенка, привезти в стамбу для лечения. Веронике потребуется минимум три химиотерапии, может быть, шесть курсов. Ну, в общем, так будет по делу видно. Возможно, операция, там пересадка костного мозга нужна. И, а может быть, она не пригодится в течение лечения, как химия пойдет. Но факт в том, что есть врачи, есть клиника, есть просто счет, который нужно оплачивать, и можно начать лечение. Дело в том, что откладывать это нельзя. Это узналось буквально неделю назад. На данный момент ее сюда еще не привезли, потому что у нее тяжелое сейчас состояние, она очень слабая, и там очень огромное давление у нее, которое сейчас шунтированием снимут. Через неделю, если все окей, по плану ее привозят сюда, в Стамбул. И я к тому, что если вы будете неравнодушны, мимо не пройдете, ну, хотя бы просто зайдите на страничку Instagram, посмотрите. Особенно я призываю тех, у кого дети здесь. У нас большинство моих подписчиков, здесь есть семьи, дети, кто в Турцию переехал. Да и кто меня у себя на родине смотрит, у кого детки и девочки. У нас никто от этого не застрахован. Сегодня я, вы, ваши, мои дети, все могут оказаться в подобной ситуации. Это очень страшно. Страшно, когда некому помочь, протянуть руку помощи. И это очень важно, чувствовать, что ты не один со своей проблемой, потому что у меня год назад была проблема. Я ее решила, по сути, своими силами, но мне было очень приятно поддержкой того, чтобы были люди, которые готовы были мне помогать. Вот эта поддержка, это тоже очень важно. В общем, всю информацию о сборе, о страничке Instagram и реквизитах банка я оставлю у себя под видео. Пишите им, отправляйте денежку, если у вас есть. Я лично вам буду благодарна и скажу вам спасибо. На этом видео сегодняшние новости Турции заканчиваются. Спасибо за внимание. Я уверена, что мы друг другу поможем всегда. Мы, скажем так, можем опираться на плечо ближнего. Поэтому, не знаю, мне нет слов, честно говоря, что тут еще можно сказать. Это очень тяжело. Я всем вам желаю здоровья, чтобы вы не попали в подобные ситуации, но, к сожалению, никто из нас не застрахован от каких-то подобных испытаний в нашей жизни. Ставьте лайк, пишите комментарии, если есть вопросы, задавайте под видео. Почта, если у вас есть вопросы, тоже у меня в инфобоксе под видео. Пишите мне. Спасибо за внимание.